Русский экстрим Русский экстрим Русский экстрим Русский экстрим Русский экстрим Помост покажет. Привет, высокий. Как проходит разминка? Супер. Сегодня лучшие из лучших будут бороться за право называться самыми сильными. Но вся интрига в том, что наши силачи будут сражаться за победу не одни, а командами. Представляю команды и участников. Молодая, энергичная команда. Встречаем. Высокая энергия. Валерий Курышкин из Москвы и Андрей Логинов из Швейцарии. Вторая команда. Это московские богатели Алексей Неклюдов. Опытнейший мэтр мирового пауэрлифтинга. И не менее опытный и титулованный Александр Грачев. Третья команда на сегодняшнем помосте. Чемпионы из города Курска. Прайд. Роман Анпилогов и Игорь Умеренков. Особенностью данного турнира является то, что проходит он в ночном клубе. У наших спортсменов несколько минут на разминку. А пока представляют судей сегодняшнего турнира, им предстоит непростая задача. Максимально объективно оценить силу команд. А это наши ассистенты, от которых зависит безопасность и даже, может быть, здоровье наших спортсменов. Эти ребята тренируются в том же атлетическом клубе, что и чемпионы из команды Прайд. Последние приготовления перед началом турнира, перед первым подходом. Начинаем мы с жима лежа. Вот мы видим в разминочном зале наши жимовики. Готовятся к своему первому подходу. Мы чемпионы! Каждый считает, что победит именно он. Зрители в напряжении и так осторожно. На сцене включена антигравитация. Открывает турнир Валерий Курочкин. Он вице-чемпион по жиму лежа города Москвы. Победитель московских студенческих игр по пауэрлифтингу. Призер чемпионатов и Кубков России. Призер Кубка Евразии. Призер Кубка Северного Кавказа. Победитель открытого зонального первенства Юг России. Призер открытого Кубка Черноземья. Список можно продолжать очень долго. Мы видели, какой эмоциональный накал во время настроя на вес у Валерия. И с первым подходом он отлично справляется. Очень эмоциональный, очень открытый спортсмен. Выжил он 210 килограммов. Но, напоминаю, по правилам нашего турнира учитывается не только вес, поднятый атлетом, но и его собственный вес. Для этого существует специальная таблица поправочных коэффициентов. Собственному весу спортсмена соответствует определенный коэффициент. Он умножается на поднятый вес и получаем результат атлета. И всего у атлетов по три подхода. Первый спортсмен команды только жмет лежа, а второй выполняет становую тягу. Их лучшие результаты стимулируются и получается результат команды. На помосте же Роман Анпилогов. Роман является призером Кубка Евразии по жиму лежа. Абсолютным рекордсменом в области по всем версиям. Мастер спорта России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса и элита России по жиму лежа. Он успешно справляется со штангой весом 235 килограммов. Если же пересчитывать на баллы, в которых и происходит сегодня соревнование, то это 136,9 балла. В зале гремит музыка, атмосфера накаляется, веса на штанге растут. Помост ждет Алексея Неклюдова. Алексей Неклюдов – это обладатель Кубка России 2005 года по ветеранам. Чемпион России 2006-2007 годов. Абсолютный чемпион России по ветеранам. Абсолютный чемпион Прибалтики. Чемпион Европы 2006 года. Чемпион мира 2005-2006 годов среди ветеранов. Чемпион мира 2007 года в открытой возрастной категории. Жекордсмен России, Европы и мира. Это все Алексей Неклюдов. Этому опытнейшему атлету 42 года. Собственный вес его – 113 килограммов. А на штанге – 335 килограммов. Трудом опускает на грудь вес Алексей и выдавливает. Выдавливает. Довольно уверенно, что скажут судьи. Судьи говорят, что вес засчитан. Аплодисменты зала. Рад, доволен с собой Алексей. Можно идти отдыхать и готовиться к следующему подходу. Серия первых подходов в жиме лежа закончена. Лидирует Алексей Неклюдов с результатом 187 баллов. На втором месте Роман Анпилогов – 136,9 балла. Команда «Прайц». И Валерий Курочкин – 123,1 балла. Это команда «Высокая энергия». И на помосте товарищ Валерий Курочкин по команде «Высокая энергия» Андре Логинов. Он является чемпионом мира 2007 года по версии ВУАП. Андре закончил в 2000 году Московский физико-технический институт и уехал работать в Швейцарию на известный ускоритель элементарных частиц в Церне. Сейчас же на штанге 280 килограммов. 280 килограммов, а без Андре всего лишь 82 килограмма. Отличный подход у Андре. Можно готовиться к следующему. Трудно поверить, что очаровательное дело, что ведущая этого турнира не только поднимает штангу, но и выигрывает чемпионаты России, Европы и мира. А на помосте Александр Грачев, представитель команды «Московские богатыри». Очень легко Александр выдергивает вес 300 килограммов. Итак, в зачете после этого подхода Александра у «Московских богатырей» 172 балла. А на помост выходит Игорь Умеренков, победитель Кубка Евразии, серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата России и Кубка России. Мастер спорта международного класса. Подходит он к тому же весу 300 килограммов, но за счет того, что собственный вес Игоря более чем на 10 килограммов меньше, чем у Александра Грачева, он лидирует. Результат его 184 балла. По результатам первых подходов вперед вырвались «Московские богатыри» 359 баллов. За ними команда «Прайд» 320 и высокая энергия 303 балла. «Московские богатыри» 359 балла. Продолжается. Первые подходы закончились, начинаются вторые. Валерий Курочкин, милиционер из Москвы, готовится штурмовать 235 килограммов. Это на 25 килограммов больше, чем он сделал в первом подходе. Валерий, пожалуй, самый эмоциональный пауэрлифтер в России. И с такой яростью, как он, на штангу не бросается никто. Для него каждый подъем – это бой с земным притяжением. Вот она, высокая энергия. Хотели – получите. Тяжело идет вниз штанга у Валерия. Суги внимательно следят, но неудачно, неудачно. Что же, у Валерия еще есть третья попытка справиться с этим весом. А на помост выходит Роман Анпиогов. 245 килограммов для него установили на штангу ассистенты. Роман является тренером-треподавательной спортивной школы в городе Курск. Занимается спортом с середины 90-х годов. Имеет также спортивные разряды по тяжелой атлетике и боксу. Является первым курянином, выполнившим норматив элиты WPC «Россия» по жиму в штанге лежа. И отлично выполнил вторую попытку Роман. В копилке его команды теперь 142 балла. На штанге же уже не хватает места. Да, не просто собрать штангу для Алексея Неклюдова. 345 килограммов заказал Алексей на свой второй подход, на свою вторую попытку. А Алексей Неклюдов. Команда «Московские богатыри». Алексей является бизнесменом из Москвы. До начала выступлений в турнирах по жиму лежа он занимался тяжелой атлетикой. Жмет лежа с 2004 года, но за это время успел стать сильнейшим в России атлетом в категории до 110 килограммов. У Алексея была травма, перелом руки, поэтому одна рука у него в локте до конца не выпрямляется. Судьи об этом знают и учитывают при заставлении своих оценок. Но неудачно пошла штанга не по той траектории и упала на живот. Ну все, все целы, все живы. Спасибо ассистентам. Алексей в первом подходе справился с весом 335 килограммов, так у него и остается этот результат. А мы переходим ко второму подходу в становой тяге. Пауэрлифинг очень популярен в городе Курск, собирается всегда на соревнования очень много зрителей. А на помосте Андрей Логинов, физик из Швейцарии. Сейчас мы посмотрим, так ли высока энергия у Андрея, как в ускорителе элементарных частиц, где он работает. Сейчас этот ускоритель, я знаю, готовится к запуску нового проекта. И Андрей целиком погрузился в работу над этим проектом. По оценкам некоторых ученых, энергия в этом ускорителе будет так велика во момент запуска, что может даже возникнуть у нас черная дыра. Да, с энергией у Андрея все в порядке. Отличный подход. Судьи показывают белые перчатки. Обратите внимание, что одна рука у судей в белой перчатке, вторая в красной. Если поднята белая, значит подход защитен. Если красная, то нет. Андрей Логинов же зафиксировал 300 килограммов и 193 балла. На помосте же Игорь Умеренков. Он является генеральным директором агентства недвижимости, вице-президентом организации паркетинга России по Курской области. Также является он президентом и федерации бодибилдинга и фитнеса Курской области. На штанге 320 килограммов и Игорь отлично справляется с весом, выводя свою команду в становой тяге в лидеры. А на этой огромной штанге 330 килограммов для Александра Грачева из московских богатырей. Самая тяжелая штанга в становой тяге и Александр Грачев. Очень плотно ставит ноги Александра, очень широко, это стойка называется сумо. Она позволяет максимально включить ноги спортсмена, ноги являются сильной стороной Александра. И очень легко справляется с этим весом Александр Грачев. Московские богатыри опять лидеры. После серии вторых попыток расстановка сил не изменилась. Также лидируют московские богатыри 377 баллов. На втором месте команда Pride 339 баллов. И на третьем высокая энергия 316 баллов. Третьи попытки начались. И снова жим лежа. На помосте 250 килограммов ждут Валерия Курочкина. Команда High Energy запомнилась нам сегодня своим эмоциональным и энергичным выступлением. Они самые легкие из всех команд. 82 килограмма у Андре Логинова и 98 собственного веса у Валерия Курочкина. 250 очень тяжелый вес для Валерии, ему нужно собраться максимально. Но держит штангу он уверенно, уверенно держит. Начинает поднимать, но сил не хватает. Пока не хватает сил, увы. Остается у него результат 210 килограммов. Или 123 балла. Вес на штанге остается тем же 250 килограммов. И на помост выходит Роман Анпилогов. Команда Pride. В первом подходе Роман уверенно выжил 235 килограммов. Потом 245, сейчас уже выходит он на 250. Собственный вес Романа 99,5 килограмма. С большим трудом, с большим трудом, но с весом Роман справляется. И укрепляет позиции своей команды. Штанга разом тяжелеет на 100 килограммов. 345 килограммов на штанге для Алексея Никлюдова. Московские богатыри уже уверенно лидируют, но не останавливаются. Железный характер и стальные мышцы – это кольчуга московских богатырей. Алексей очень часто выступает в соревнованиях. Практически ни один старт он не пропускает. Соревнование для него – это стиль жизни. Колоссальное напряжение в зале, колоссальное напряжение на помосте – это пауэрлифтинг. Это антигравитация, но сил, к сожалению, у Алексея сегодня не хватает. Заканчивается результатом 335 килограммов. Но и это уверенное первое место для Алексея и для его команды «Московские богатыри». А на помосте начинается становая тяга. 310 килограммов для физика Андрея Логинова. Для него высокая энергия – это не абстракция, а каждодневная реальность. Андрея доказывает нам, что талантливый человек, талантлив во всём. Он автор множества юмористических рассказов о железном спорте. Публикуется в журналах по силовой тематике. Увлекается пауэрлифтингом Андрея со студенческой скамьи. Когда-то он был чемпионом вуза, теперь же он чемпион мира. Андрея настраивается. Настраивается на подход Андрея. Для того, чтобы оторвать от помоста такую штангу в весовой категории Андрея, это 82 килограмма, требуется колоссальное напряжение, которое требует колоссального настроя. И штанга пошла, пошла вверх штанга, но чуть-чуть не хватает сил у Андрея. Неудачный подход. Заканчивается результатом 300 килограммов, что выводит с собой в категории очень и очень неплохо. В баллах же это 192,9. А на помосте Игорь Умеренков, зрители приветствуют его аплодисментами. Он их земляк. Команда Pride из Курска и проводится соревнование в ночном клубе в городе Курск. Но штанга весом 335 килограммов Игорю не поддалась. Теперь же все в ожидании победителя турнира из команды «Московские богатыри» Александра Грачева. Он выходит к весу 350 килограммов. Александр является сотрудником научно-исследовательской лаборатории фундаментальных проблем подготовки спортсменов высшего уровня. Стаж в форлифтинге у него 10 лет. Сейчас Александр является сильнейшим атлетом в весовой категории до 110 килограммов. Но сил ему не хватает. Слишком большой вес даже для самого сильного спортсмена России. Осталось подвести итоги сегодняшней антигравитации. Ну что, ребята, друзья мои, наши соревнования подошли к акцию, но мы не знаем, кто победитель. Чтобы узнать, кто победитель, необходимы килограммы, поднятые атлетами умножить на их весовые коэффициенты. В результате напряженнейшей борьбы первыми стали московские богатыри Алексей Никлюдов и Александр Горачев 377 баллов. Второе место у команды «Прайд» Роман Антилогов и Игорь Умеренков 342 балла. Третье место у команды «Высокая энергия» Андрея Логинов и Валерий Курочкин 316 баллов. Тренировки с отягощением – это не только груда холодного железа, но и красивое человеческое тело, что и показывают нам гости турнира спортсмены бодибилдинга и фитнеса. Прошло время награждения. Спортсмены вновь выходят на сцену за заслуженными наградами. Все улыбаются, все довольны, ведь соревнования – это не только борьба на помосте, но и встреча старых друзей. Турнир «Антигравитация» был проведен в память о Виталии Пономаренко, величайшем украинском атлете, многократном чемпионе мира в режиме штанги лёжа, рекордсмене мира. И средства от турнира, призовые средства, будут перечислены в вдове в Италии. Дружба и мудраство в пауэрлифтинге границ не знают. Мы боремся лишь со штангой, лишь с земным притяжением. Антигравитация – это наш выбор. На этом, уважаемые зрители телеканала «Русский экстрим», мы прощаемся с вами. До новых встреч на наших турнирах. Занимайтесь пауэрлифтингом и становитесь сильнее. Субтитры делал DimaTorzok